МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышел свет 26-й номер журнала Вестерн Армения. Хамидовский режим – основатель основных тезисов отрицания геноцида. Фильм «Армены анды. Песня летящих листьев» удостоился награды на кинофестивале в Бейруте. 1 мая в Каринтаке отмечали как День качелей. 30 апреля 2024 года правительственная делегация Республики Западной Армении, председатель Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян и депутаты посетили дом-музей героя Нурайра Согмуняна, погибшего во время 44-дневной войны 2020 года. В доме музея представлены картины и музыкальные инструменты, нашедшие место в короткой, но полной любви жизни Нурайра, личные военные принадлежности и одежда, напоминающая о жизни на родине, с родины для родины. Арминак Абрамян и делегация вручили маме Нурайра Согмуняна Сюзанне Вартанян флаг Западной Армении и привезенную из Западной Армении и Арцаха землю. Уроженка Западной Армении Сюзанна Вартанян с гордостью и честью поднимет флаг Западной Армении, сохранив переданную землю как благословенную реликвию. Вечная слава павшим бою героям. 1 мая на онлайн-платформе Skype составилось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Со вступительной речью выступила председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян, представив организационные вопросы поминальных церемоний и мероприятий по случаю геноцида. Под высоким патронажем председателя Национального совета Западной Армении Арминака Абрамяна 24 и 27 апреля Национальное собрание и правительство организовали поминальные церемонии. Депутат Бениамин Ованисян представил парламенту подробности первой встречи комиссии носителей турецкого языка Западной Армении. Встреча состоялась в Ереванском офисе Республики Западной Армении. Участники обсудили вопросы предстоящего второго пленарного заседания парламента, текущие вопросы повестки дня. 27 апреля возле мемориального комплекса Цицернакабер состоялась церемония поминовения жертв, совершенного против армян геноцида. На церемонию поминовения депутат парламента Западной Армении Хачи Кайджанян приехал в Ереван из оккупированной Западной Армении, отметив глубокие раны, нанесенные геноцидом и депортациями, дошли до наших дней и не зарубцевались. Проблема исторической несправедливости, вызванной геноцидом, как и все национальные проблемы, требуют расследования и решения вне политики. Невозможно преодолеть это положение без признания исторической реальности геноцида и осуждения его сообщественной совестью. Не залечивая рану геноцида, не принимая исторические обязательства, не начиная долгосрочную и всеобъемлемую борьбу, мы должны осознать, что перекладываем влияние менталитета жертв геноцида на плечи общества. Проживающий в Западной Армении депутат напомнил присутствующим, безнаказанность порождает преступления. Пока не будет надлежащей конфронтации и признания ответственности за геноцидаальные преступления, мы не можем быть демократами и строить общее будущее с народами, нациями, религиями и различными культурами региона. Это наша общая боль. Вышел в свет 26 номер журнала «Вестерн Армения». Новый номер посвящен жертве совершенного против армян геноцида. В разделе «Армян геноцида» можно ознакомиться с хронологией совершенного против армян геноцида. На обложке журнала фотография, сделанная Армин Вегнер. В годы Первой мировой войны немецкий военнослужащий, 37-летний медработник Армин Вегнер, волею судьбы оказался в одном из лагерей при железной дороге Берлин-Багдад. Железная дорога впоследствии стала одним из мест массовых убийств армян. Вегнер также был фотографом. Сделанные фотографии стали историческим свидетелем. Благодаря им сохранились факты преступления для будущего поколения. Его письма подробно рассказывают о зверстве турецких солдат. Он был удивлен и поражен, что великие державы остались безучастными к депортации и массовым погромам. Вегнер также обратился с открытым письмом к президенту США Вудро Вильсуну, рассказав и представив факты о депортации, пытках и массовом истреблении армянского народа. В своем письме он отмечает, что армянский народ подвергается жестокости, какую не видела ни одна нация в мире. За тайную фотографическую деятельность в 1933 году Вегнер был изгнан из-за оккупированной Западной Армении. Останки Вегнера в 1996 году перевезли в Армению. Политика отрицания в Турции берет свое начало в период правления Абдул-Хамита II. По сути, геноцид, совершенный против армян, начался не во время молодотурок, а гораздо раньше в годы правления Абдул-Хамита II. Методы насилия, систематический и тщательно спланированный характер преступления, особая жестокость, ничем не отличались от случаев, совершенных позже, квалифицируемых правовым термином геноцид. Истоки отрицания геноцида следует искать именно в этот период. Основные тезисы, родившиеся и получившие широкое распространение, в то время перерабатывались, уточнялись и адаптировались к условиям последующего периода. В дальнейшем изменялись формулировки, определения средства поражения и риторический пафос, но содержание в основном сохранялось. Одним из тезисов отрицания было обвинение жертв в насилии, массовых убийствах и резне. Следует отметить, что негативные тезисы часто переплетаются. В своем обращении к армянам Саддедди Паша, назначенный Абдулхамидом II, председателем комиссии по расследованию массовых убийств армян в провинциях Гюмушхане, Карине Багеша Иване, сказал следующее. Вы идете по неверному пути. Вам грозит смерть. Сообщаю вам, как представитель османского государства. Откажитесь, не отворачивайтесь с пути, по которому шли четыре столетия. Не прощайтесь с верностью. Вы будете сожалеть об этом, а сожалеть после случившегося бесполезно. То, чего вы хотите и надеетесь добиться, не имеет ни малейшего шанса на успех, так как это не соответствует европейскому политическому балансу. Короткометражный анимационный фильм режиссера Армены Анды «Песня летящих листьев» признан лучшим на международном кинофестивале женщин в Вейруте. «Песня летящих листьев» – первый армяно-иранский анимационный фильм совместного производства «Хошкифильм» и иранской компании «Ураш Студиоз». Сценаристы Армены Анды и известный украинский режиссер армянского происхождения Роман Балаян, композитор Микаэл Восканян, художник-постановщик Анна Акупян в ролях Армены Анда и Гагик Хазаре. Созданию фильма содействовали армянские компании «Обертон» и «Багинян Арт Видео». Каждый праздник имеет свои особенности и отмечает его по-разному. 1 мая в деревне Каринтак праздновали очень своеобразно. Праздник в деревне называли «Чинджехи Ор», что означает «День качелей». Деревенские дети и молодежь, и взрослые собирались в дубовом саду, привязывали к деревьям толстые прочные веревки и раскачивались, пытаясь в процессе игры дотронуться дубовой арясиной до ног, качавшихся на качеле. По окончании игры собирали и пробовали на вкус речную воду. Жители приносили еду, накрывали стол и веселились. И в завершение новостей послушаем Аймер в исполнении ансамбля «Хазар». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok